Продолжение следует... 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 такой вот такая штука, что, знаешь, команда может быть на порядок слабее, да? Уровень команды слабее, но в пистолетном там чуть-чуть, скажем так, больше уравниваются шансы на победу, поэтому все может быть, все может статься. Ну, Нави затащили, в принципе. Значит, Нави сильнее на пистолетке. Кстати, у Нави пистолетный раунд, в принципе, довольно-таки серьезен, но я на них поставил в 16-м. То есть во второй половине посмотрим, как они играют. Хотя, кстати, я для себя вообще заметил, что террористы, мне кажется, в CS GO будут пистолетные чаще, чем, например, в 16-м. Потому что здесь эти блоки намного сильнее и на дальней дистанции можно круто иметь с Глока. И вблизи он вообще невероятно мощный. То есть если с Успа тебе нужно там как-то хладнокровно прицелиться, то с Глока ты можешь просто лететь, там пустить несколько патронов, там хлысь-хлысь-хлысь и попасть все равно в хэдшот и отстрелить. Поэтому... Ну, кстати, можно глянуть, наверное. Даже на шелтьверке есть такая какая-нибудь статистика пистолетных раундов. Кстати, напоминаю, друзья, что сегодня у нас вышло обновление. CS GO поменялись звуки. Теперь, ну, кто первый раз, например, смотрит сегодня трансляцию и не понимает, что это за шаги, теперь вот на разных поверхностях разные шаги и CS GO немножко переработает в этом плане. Зевс отстреливает Кристалла, Токсин остается вдвоем вместе со спидом. 24-2, Флейми выходит через туннель, отстреливает Токсина и Спиде остается 1 против 4. Кстати, наглядно сейчас можно глянуть, видите, у Сизда слева возле аватарки медалька, медалька, которую разработчики компьютерной игры CS GO сегодня добавили всем профессиональным коллективам. Топ-8, которые прошли на Major, ну и вот у Na'Vi серебряная медаль финалиста DreamHack'а Клушь на ПОКА. У Envys другая золотая медаль, у Na'Vi серебряная, ну и остальные там с третьего по восьмой, по-моему, хотя нет, четверть финалистов, наверное, как-то отличаются и у полуфиналистов. Ну, насколько я понял, не отличаются ничем они. То есть RunRup, ну, в данном случае второе место, и все, кто там попали в топ-8, по-моему. Не, у Na'Vi должна быть отдельная медаль, серебряная. Вот у Сизда она сейчас, а у всех остальных немножко другая. А у Envys, ну, я говорю, золотая. То есть где-то я читал, у себя в паблике я читал по поводу этого обновления. Тапсон оцеливает очень уверенно из больших рисков. Guardian и Сизда. Начинается первый байраунд, и он начался очень плохо для команды Na'Vi. Спиди прослевает Эдварда на подсадке, в итоге Na'Vi вдвоем против пятерых. Тапсон просел Стракси тоже, но при этом Петов в очень хорошем плюсе. 5 в 2, согласитесь, Na'Vi будет очень тяжело тащить. Но пойдут, наверное, до конца Флейми с Зевсом. Флейми, правда, играет очень-то с Глоком. Пытался он что-то забрать, я не понял, правда, что. Может быть, АВП пытался найти, но в итоге погибает Егор Васильев. Зевс остается один против пятерых. Играет очень аккуратно на шифте, чекает всевозможные позиции, ну и всего лишь один игрок у нас на Апленте, но это потому, что бомба лежит под Б и в принципе толку держать Аплент никакого нету и возможно Севс даже кого-то найдет. Хотя у нас на остается один игрок защиты, который просматривает этот Аплент из банка. Это Хрусталь, который совсем скоро сделает минус. Кристалл, отличная работа, счет 3-1, Na'Vi впереди, но первый бай уходит подчистую команде Пентаспортс. Знаменитый чешский Хрусталь? Ну, так называли, помнишь, кстати, был такой в 1.6 игрок в Команде Лайонс Кристалл. Он себя сам потом называл Хрусталь, да, потому что знал, что русскоязычные комментаторы, русские игроки, разные русские зрители называют его Хрусталем, и он даже иногда подписывался так, скобка математическая, как это, кстати, скобка называется, забыл я. квадратная, которая? Ну да, блин, скоб, боже мой, вот это, самое главное, я математику закончил, но забыл, как называется эта скобка, отлично. Ну, кстати, Хрусталь, вот этот вот, о котором ты говоришь шведский, я видел, он играет в CSGO, миксуется и стримит даже на Келкодор. Размен у нас на туннелях, Эдвард делает 2 килла, в этот момент погибает Флейми Зев, со мной ситуация 3 на 3. Кристалл играет с АВП, где-нибудь на планте А, да, принимает туалеты, но АВИ халдят пока что под Б, бомба у них на кармане, 2 человека, правда, у Пента отвечают за Б планта, если АВИ пойдут именно сюда, то фигурная, вот, спасибо большое, фигурная скобка 1, фигурная 2 и так далее, и так по-русски, знаете, латиницей, но по-русски, потому что раньше нельзя было в CS 1.6 подписываться русскими символами, кирильцей. Тапсон забирает Носгардиана, ситуация 2 в 3, Сисд и Эдвард остаются вдвоем против троих игроков команды Пента, но и Пента ничего не меняет, они вдвоем до сих пор остаются на Б планте, и сейчас, ну, Нави тяжеловато будет затащить этот раунд. Токсин оцеливает Носгарева, выходит Носисд через большие, и погибает моментально Токсина. 3-2, Нави еще один байраунд отдают, денежки потихонечку заканчиваются, и, соответственно, придется делать эко-раунд. Да, не помог Эдварду, несмотря на то, что он со своего АК, Эмма, в огненные змеи сделал два минуса, все-таки не складывается у Нави, второй девайсный раунд подряд, сейчас закуп стеками, ну, закуп опять же такой, вот, сейчас они, если проиграют раунд, в следующем будет, а если проиграют следующий, то опять денег не будет, зачем это делать, не совсем понятно, но, с другой стороны, уверенность чувствуют Нави, наверное, поэтому они так и делают, закупают теки, и особо не будут париться по поводу результата, видимо, в этом матче и в целом. Best of 3, скажем так, элемент рандома сведен к минимуму, Сис тут проходит очень интересно на Б, тихушечку прокрался, сейчас еще и напихал Тапсону, оставил ему очень мало, 50 хп, сделал минус 50 хп, и размен для Нави в этом раунде, можно попробовать как-то отмансовать еще, здесь есть варианты все-таки взять этот раунд. Прошивает очередной раз у нас деревяху под тигом, и теперь падает Даня Девс, это уже второй раз, таким образом, ребята из команды Пента спорт обезвреживают своих оппонентов, на длине погибает моментально Гардиан, хороший хедшот от Стракси, но и остается Флейми с Эдвардом в двое против четверых. Ребят, тег девятый, меняет свое место расположения Эдвард, наверное, присоединиться, хочет видеть большие пески Флейми, но игроки команды Пентли теперь знают, где находятся оппоненты, хотя есть смог, под который можно попытаться поставить бомбу. Эдвард подстраивается под колонну и дополнительные 800 долларов для своих ребят зарабатывает. Отличная работа от Вани с Флейми. Счет становится 3-3, но у Нави сейчас будет хорошая экономика за счет установленной бомбы. Да, но еще при этом сделали два минуса, поставили бомбу и сейчас будут тащить Нави. Счет 3-3, отпустили они немножко по деньгам вперед Пенту. Но оверпасс, что ты скажешь по поводу оверпасса у Нави? Не самая лучшая карта, ну скажем так в пуле игровых карт она присутствует, но наверное не самая сильная. Оверпасс? Нет, по мнению самих игроков команды Нави оверпасс для них это сильнейшая карта на данный момент. Буквально это свежая информация, которую я получил из уст Старикса на чемпионате мира в Клушнапоке. Потом идет у них Трейн, насколько я помню этот разговор, и потом все остальное. Самые слабые карты это Кэш, которые они не играют, и наверное Кобл, ну Мираж нестабильная карта, Кобл наверное самая слабая из всех карт, которые они играют, но Кобла здесь нету. Кстати, у нас есть информация по банам, сейчас я ее озвучу. Зевс забирает нас Старикса, ситуация 3 в 4, очень серьезно просел у нас Сиз, до него первый армор, Денис Костин пытается найти на себе какое-то применение, хотя ты в меньшинстве, и может где-то в таких ситуациях выгодно и правильно делать тот же сейв, потому что есть АВП, можно будет тогда Флейме с Эдвардом купить или теки, или дать друг другу дроп, и уже 4 там девайса, один пистолет в следующем раунде пытаться затащить, потому что согласитесь, красным Сиз не сыграет. но с другой стороны может Гардиану и Зевсу нужно сейчас просто показывать какой-то хороший индивидуальный уровень, там отстрелить первых двоих, потом Сиз останется на спине, к примеру, и сумеет найти себе место. Но пока что заход на Аплэнт, здесь 3 человека у команды Пента Спортс принимает эту точку, Гардиан пытается отстрелить Хелпу, там совсем скоро выйдет, судя по всему, один из игрок команды Пента, Зевс погибает, остается красный Сиз, в итоге он делает минус, однако умер Гардиан и погибает Денис Костин, 4-3 Пента выходит вперед. Но у Пента есть маленький козырь, не только что, я напоминаю, проиграли карту Оверпасс 16-13 Мау Спортсом и в принципе они разыгрались за счет этого, они теперь четко, ну скажем так, помнят все свои комбинации, всю ту подготовку, которая у них была на Оверпассе и могут это применять против Na'Vi. Кстати, я решил проверить инфу по поводу Оверпасса и да, действительно, с июня месяца сыграли 31 Оверпасс Na'Vi и на 21-ой карте они победили. То есть в пике карт это топ-карта после Миража, то есть второе место Мираж и третье место получается Инферно. Да, Мираж у них именно в последний месяц, правда, наверное, такой статистики нету, там последний месяц полтора очень нестабилен и они проиграли Мираж с помощью Мейджор и Энви в групповом этапе и потом не рисковали играть этот Мираж с кем-то там еще из-за как раз этой статистики. А, в интервью Старик Скал сейчас я расскажу эту историю. Ситуация 5-4, Гарден начинает заходить нас через длину, забирает нас флешку, спиди под нее не играет пока что, ситуация 2-4, Нави преимущество, Зевс хороший хэдшот и умирает спиди, Тапсон остается один против четверых, чекает Данька дальше все углы, но Тапсон, по-моему, не стейвит, играет на халпе, Ваня заходит спиди, 4-4, временная ничья и наконец-таки Нави берут свой первый байраунд. Ну а история в том, что Нави играли против американцев на Мейджоре, Нави вычеркивают кэш, американцы вычеркивают по-моему Overpass, Нави берут своей карты Train, не, американцы берут свои карты Train, а Нави хотели пикать Train, в итоге Нави второй картой берут что они там играли? Второй картой я забыл, они проиграли еще американцам эту карту поблестоун Нави берут, проигрывают, но при этом у Нави была возможность взять Мираж, к примеру, своей картой, но они не стали этого делать. И была возможность, например, взять... Что? А, Инферно. Кстати, вот это вообще был уникальный случай, когда Na'Vi прекрасно знали, что CLG не играет Инферно, но почему-то Starrix, как капитан команды и координатор, взял Инферно... Не взял Инферно, а оставил ее на рендоме. То есть там повезло еще, что третья карта выпала именно Инферно. Карта, которую CLG вообще не играет. Хотя на самом деле Na'Vi могли, например, отказаться от Кобла и сыграть ее. Но в итоге после того, как они проиграли американцам Кобл, стало понятно, что Кобл тоже, скажем так, не натренирован у этих парней. И в итоге Na'Vi на финале проиграли его под чистую команде Инвес. Эдвард забирает нас Кристалла. Ситуация 3-4. Страхси был прям на бомбе. Забрал Гардиана. Не ожидал словак ничего подобного. И проблемы у Na'Vi на эко-врага. Страхс взял АВП. Тапсон играет с АК-47. Флейми и Зевс вдвоем попытаются защитить от раунда. Бомба, напоминаю, лежит далеко возле лестницы. И взять ее будет тяжело. Тем более, если ты берешь бомбу, а 16 секунд Na'Vi все-таки отдают от раунда. Флейми забирает Тапсона. Но про Страхса никакой информации. Страхс находится у нас на длине. Играет возле фонтана. Перемещается на столы. Возможно, Зевс его найдет. Но Страхс уходит дальше к столам. Бережит на фонтан. И слышит Зевса уже. Все. Раунд взят. 5-4 пользуют Пентаспортс. Еще и АВП подформил Страхс и попытается сейчас его реализовать. Денег огромное количество теперь у команды Пентаспортс. И денег мало у Na'Vi. Они делают бай. Na'Vi делают бай. Да, у них были деньги. Но как-то Na'Vi совсем вяло выглядит. То есть вроде как-то пытаются там, да, доминировать, навязывать свою игру. Но в целом можно сказать, что у них это не выходит. Ну и Пента пользуется случаем. 5-4. Хороший счет. Кристалл забирает Сизда. Ситуация 4-5. Сизд погибает. Моментально ловят у нас в игроках команды Na'Vi. И в меньшинстве теперь без АВП. Будет тяжеловато. Будет тяжеловато. Тут Зевс в районе туалетов и стягивается. Почему они бомбу на РСП оставили? Вот чудики. И там уже чел поджал за пенкой. Самое главное, они эту бомбу уже так оставляли. И все то же самое повторяется в этом байраунде. То есть бомба там же. Гардиан за ним возвращается. И по-моему, точно так же он готов отъезжать от Тапсона. Смотрим. Тапсон. Оп, слышит. Ай-яй-яй. Тапсон отдает бомбу. На шифте грамотно заходит. Начинает ловить своего соперника. Гардиан не понимает. Еле-еле Тапсон еще и убивает Словако. Бомба лежит теперь немножко ближе к фонтанам. Но, по-моему, такой раунд уже не тащится. Потому что она далеко. Нами возвращаются. Потом нужно будет бежать на апплен. Проверять все позиции. И все это нужно делать два в четыре. Тапсон действует возле фонтана. Чекает длину. Замечает Тапсон своего оппонента. Стреляется. Флейми делает кинт. Тапсон погибает. Ситуация у нас... Один в три. Эдвард умирает. Счет шесть-четыре. Да, но это, конечно, вообще просто фейл. Вот это с бомбой, это провал. Это провал. Это не очень хорошо. Обязан вообще такие темы контролить капитан. Ну, а если в команде есть тренер, который стоит за спинами, ну, или как минимум следит за матчем, за экшеном, то, конечно... Ну, Старик сейчас выполняет роли тренера и капитана, координатора. То есть у Na'Vi схема пять стрелков. И человек, который за ними смотрит и дает все расклады. Ну, бомба стоит, сочнее, выпадает в туннелях возле лестницы. Но при этом должен быть человек, который стоит и на бэк роет аркаду. Тогда он ее подбирает, эту бомбу, и, например, делает раунд под А. У Na'Vi же почему-то бомба выпала. А, Сист погиб. Вот почему. Сист погиб под Б, его убил человек с подсадки. И он как раз-таки должен был выполнять эту функцию, если бы он не умирал. Но как только Сист погиб, нужно было бомбу, естественно, забирать и уже придумать что-то другое. А Na'Vi, скажем так, без Систа не смогли перестроиться. В итоге у нас лаги с TeamSpeak'ом у команды Na'Vi. И, может быть, будут его менять, может быть, зайдут куда-нибудь в другое место. А, может быть, будут использовать самый быстрый файлообменник на свете Skype. Как ты относишься к Skype? Нормально, абсолютно. Вообще не понимаю, зачем использовать какие-то там другие программы, если можно просто использовать Skype. Знаешь, я считаю, через Skype можно все делать. И в интернете сидеть, и обмениваться данными фильмы, смотреть, стримить. Конфа изи создается. Все делается через Skype. Ну что, вроде как Флейм, который любит Эйли, 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 Алю, который любит Алю, пишет, готова ли команда Тапсон, команда Пента, Тапсон, который любит Лили. Видит, что Тапсон любит Лили, люди общаются, как бы люди с сердечками общаются друг с другом. У одного есть женщина, у второго есть женщина, все хорошо. Да, игра продолжается, счет 6-4, 5 остается до окончания первой половины. Да, и акраунд у нас у Нави сейчас будет попытка какая-либо. Ого, а что тут делают вообще? Пента пятером на Б? Пента сделала интересную комбинашку. Тактика 5-Б, это тактика работает. Агрессивный пуш, скажем так. Ну, понимаешь, тут один вариант. Вот, кстати, у Нави этот вариант прошел, но нету бомбы. Флейм из Гардена пошли по длине. Во всех остальных точках с вероятностью, наверное, в 70 или 80% будут террористы. Правильно? В итоге Пента принимала туннели, принимала подходы к Б. Если бы там были террористы, то они были. Пента их принял, ассист Эдвард, Зевс погибли. Ну, а два человека прошло по длине. И шуток. Была бы бомба, тогда, может быть, установили бы ее и затащили. А так бомбы нету. В итоге все равно Пента на коне. Интересное решение фишечный тактический раунд за защиту, потому что многие думают, что, скажем так, в защите можно играть всегда дефолт. А можно интересные комбинации показывать и за счет этого брать тот или иной раунд. Ну и, соответственно, Флейми остается один против троих. Наверное, пойдет в смок. Пытается второй кнопкой мышки положить флешку. Выходит и слепил все дестракса. Слепил, скорее всего, Тапсона. Но эффект прошел. Тапсон сделал свой минус. 7-4 и 4 раунда остается. Но сейчас бай будет у Нави. Вот интересно, если бы Пента что-нибудь подобное сделала на девайсном раунде. Просто так получилось сейчас было эко. Но какой-то такой креативчик от немцев хотелось бы еще какой-нибудь увидеть. С АВП Кристалл играет на длине. 3 у нас сейчас на Б. Ну, все достаточно стандартно. Стандартно. Встрем принимает Б. У Нави тоже дефолт. Ребят просто контролят и особо никуда не вылазят. Но 7-4 Нави понимает, что все-таки команда вроде как там у отсайдера разных лиг. Но, кстати, хочу напомнить, что в рамках Гоу Целли мы с вами смотрим четвертьфинал. Сингл элиминейшн, так называемый плей-офф. То есть матч на вылет и, соответственно, тот, кто проигрывает оверпасс, он будет 1-0 по картам проигрывать. И вторую тоже Нави вдруг проиграют. Они вылетят просто с Гоу Целли. А призовой фонд нешуточный. По-моему, 50 тысяч долларов в этот раз. И за первое место там огромный куш, я правда не знаю. Или нет? И серьезно. Из-за онлайн Эдвард забирает нас в фиде. Погибает Тапсон. Начинается выход от команды Нави. Прилетает коктейль-мод вовзик, но Нави его пропускает. Из малых песков. Так, выбирает сюда. Эдвард чекает дальше балкона. Целевая пик. Лотда триплкилл делает Ваня Эдвард в этом раунде. Гарниан вперед. Тигл в руки промахивается по малым пескам. Нави в преимуществе Эдвард тоже промахнулся. Уходят и играют Саевовенько. Хэп-проблемы. Таксин, Стракс 20-44. Можно уйти на сейт, но Гардиана задавили в больших песках. А теперь можно и подсмок попытаться раздефузить. Прилетает коктейль молотова на зигзаг. Нави пока что делать ничего не могут. Таксин принимает Эдварда. Бомба дефузится. Зевс все-таки прикрывает. Нави и Даня Зевс погибает, на раунд Нави берут. Бывшего капитана Нави. Почти как бывший игрок еще вообще. Просто бывший. На самом деле про Зевса можно... То есть сейчас мы говорим бывший через месяц я уверен Зевс опять станет капитаном. То есть это такой человек который там то бывший капитан то капитан то бывший капитан то капитан и так далее. Капитан капитан ну да я думаю что он все равно так или иначе если Старикс как бы управляет командой то все равно Зевс какие-то корректировки вводит и... Ну я думаю да в любом случае огромный опыт и чтение соперников Зевса на должном уровне построено поэтому вот интересно что Нави делают когда там Зевс уверен на 100% в чем-то а Старикс говорит противоположную вещь например по игре бывают ли иногда серьезные какие-то споры или Нави там идет например и выполняет все-таки директивы Старикса Зевс забирает нас Токсина ситуация 4 в 5 Нави быстренько решили зайти на Аплент и у них все получается погибает моментально на лестнице однако тут также находится Старикс кидает смок передумал кидает хаешку уходит на банк там в спину уже заходит один за какого-то Нави два человека у команды Пента на ступеньках погибает один Флейми делает минус Флейми спрейт и находит Старикса 7-6 Нави берут еще один раунд за террористов и наверняка у Пенты нету денег да у Пенты нету денег Нави наконец-то можно сказать захватывает преимущество берут два раунда подряд сейчас есть возможность взять третий раунд если они на бочи нет ну и там последний закрепить было бы неплохо а ты кстати на пистолет ставил что Нави возьмет следующую пистолетку да возьмут Нави но я думаю коэффициент интересно какой там коэффициент больше меньше потому что одну пистолетку проиграл ставил на Пент теперь вот Нави но я думаю что все будет наоборот я проиграл две пистолетки пока я у команды Пента хотелось бы ребят напомнить о акции которая идет в данный момент на сайте партнера лиги и gamingbets.com если вы азартный человек если вы ставите ставки на этом сайте то можете увеличивать их количество дело в том что вне зависимости от того проигрываете в этом ставку или выигрываете вы участвуете сейчас автоматически в розыгрыше огромного количества клавиатур я вот забыл это число то ли 10 то ли 16 ну в общем между между этим крутые профессиональные геймерские клавы будут разыграны по окончанию второго сезона Гоу Цейля то есть через пару недель я так понимаю поэтому даже если вы залили на пен проиграли или на нави проиграли все равно вы записываетесь автоматом в этом розыгрыше и соответственно чем больше ставок вы делаете чем чаще вы записываетесь ваш логин записывается в этих розыгрышах ну и поэтому ваши шансы увеличиваются ну это стандартные правила уже на всех каких-то казино рулетках нынче больше ставишь больше шанс да ты азартный казино рулет я как раз вообще не азартный в этом плане но сейчас в этом направлении огромное количество людей свихнулись на голову просто brain off и все не на самом деле мы с тобой обсуждали не раз можно грамотно ставить как наш например друг Назар который этим профессионально занимается когда ты просто так рэндоме ну надо лепить правильно просто нужно анализировать матчи а не лепить нип потому что нипы ставить надо да надо следить за матчами следить за картами кто что пикает кто играет там даже вплоть до того что отслеживать там вот как ты говоришь последнее время там Na'Vi не играет там или плохо играет или старается не играть заводить знакомство в профессиональной сфере спортивной узнавать как там ты спал например Мерданька сегодня. Guardian приходит на длину и погибает. Na'Vi отдают последний раунд. Счет 8-7. Ребята пишут ready. И матч совсем скоро начнется. Кстати, хотелось бы еще сказать, что партнерами трансляции являются G2A и GB Twitch, TLS, ну и, конечно же, сайт уже с виртуальными скинами и ставками csgolounge.com, по-моему, да? csgolounge.com, да. Ну что, ребят, я поставил в этом раунде на команду Na'Vi, поэтому поболейте за меня, поболейте. Хотя пистолетка... Сейчас тебе пента обломает весь кайф. Да, пента взяла первую пистолетку, идет через туннели, правда там, кстати, смотри, засада небольшая у команды Na'Vi. Интересно, куда пойдет пента, выйдет Na'Vi или нет? Guardian забирает нас Taps, а Guardian стреляется дальше. ZEVS убивает таксина, минус Crystal, отличная работа! О боже, я поднялся квартиру! Кто-нибудь, кто-нибудь, остановите команду Na'Vi. Квартиру в городе Жмеренко. 8-8. В пользу... Да ты качок! В пользу кого? В пользу временной ничьи. Ну, Na'Vi, наверное, скорее всего, взяли пистолеточку. Сейчас сразу же эко-раунд у пенты. Даже это не эко, это форс. Поэтому надо его не отдать, не наплужить. Ну, в принципе, это Na'Vi и... Все, что ты озвучил, они могут сделать наоборот. Посмотрим. У МПшка, у Эдварда. Есть маленький плюс, это наличие у всех вторых арморов. И также наличие смоков, плюс коктейлей молотова. Соответственно, Na'Vi могут выиграть немножко времени. А когда ты выигрываешь время как раз-таки на Экобайе, то ты можешь вовремя стянуться, помочь тиммейтам. Гардиан реализовал свою М-ку, продемонстрировал супер-скилл. На банане погибло 2 человека. Эдвард жмет зигзаг и на ближней дистанции сумел сыграть свою МПшку. Отличная работа. Кристалл Спиди взаим против пятерых. Ну и Na'Vi, скорее всего, возьмут и выйдут вперед. Ну, обязаны Na'Vi забирать этот раунд. Остался Хрусталь со Спиди. Минус Хрусталь. Сейчас будет минус Спиди. И все хорошо для Na'Vi. Берут они 9-й раунд, соответственно, должны брать 10-й, потому как был Форс. Сейчас голые глоки абсолютно. Кстати, вопрос. Сеня, а можешь сделать видеогайд на свою контору, где ставишь на мапы? Ребят, это не моя контора. Вот обратите внимание, снизу, видите, есть G2A, например, партнер, и GB, Twitch. То есть это не просто картинки, которые висят для красоты. Это компании, которые спонсируют этот турнир. Это хорошие, честные организации, которые зарабатывают на киберспорте. Соответственно, например, G2A продает игры. И GB как раз-таки специализируется на киберспортивных ставках. Twitch — это та платформа, где вы смотрите матчи. SteelSeries — это один из лучших девайсов в мире. Мышки, коврики, наушники. CS GO Lounge тоже уже 2 или 3 года специализируется на виртуальных ставках. Поэтому иногда нужно просто посмотреть на экран и зайти на тот или иной сайт. Ну или как минимум воспользоваться гуглом. Guardian забирает нас кристалла. Edward поджал зигзаг. Забрали с траксой. Ситуация 3 в 5. Spidey выходит закат 47-й. Начинает пушить Эдварда. Погибает Иван Сухарев. Tapson играет через двери. Забирает Даню Тесленко. Ну а Flamey зайдет, наверное, в спину к Tapson. Но Tapson, правда, развернулся и что-то понял. Оп! По-моему, это Волхак. По-моему, это Вокейшн. Откуда он знал, что Flamey его поджимает? Но это, судя по всему, стечение обстоятельств. Подошел Tapson у нас к своему тиммейту на детскую площадку. И ребята попытаются пройти через длину. В принципе, интересное и грамотное решение. Дело в том, что длину очень часто как раз-таки в меньшинстве не просматривают. И самое главное, по длине можно пробежаться. И тебя вроде как не услышат, потому что длина находится далековато. Но Guardian подошел на Аплэнд. Понимает он, что в принципе могут пройти игроки атаки. И сейчас будет, опять же, все дело заключаться в так называемом тайминге. Потому что он чекает то банан, то длину. Хотя банан можно не чекать. Там Flamey находится. В итоге Guardian заметил своего соперника. Но он не ожидал почему-то токсина АВП. В итоге погибает. Но Flamey есть. Сис, кстати, тоже заходит в спину. И остается один лишь Тапсон. Flamey забрал токсина. Прикатает флешку. И Тапсон погибает. 11 раунд для Na'Vi. Ничего пока не складывается в атаке у Пенты. Сейчас, видимо, будет эко-раунд. Да, будет эко-раунд. Ну, что сказать. В принципе, Na'Vi фавориты в этом матче. Они, в общем-то, должны брать свои карты. И, соответственно, выигрывать эту встречу. Бегут сейчас в сторону B. Наверное, будет такой фаст от Пенты. Начинается раскидка гранат на точке B. Очень сильно там, по-моему, просел Ваня Эдвард. И в панике он занял просто зиг-заг. Интересное решение от Иоанна. Вроде как был красный. Побежал на зиг, где могли находиться террористы. Но пока что живет. Понял, что что-то сделал не так. Поменял несколько расположений. Пошел на малый диски. У Пенты тег девятый. Есть смок и флешкарт в спиде. Интересно, куда он ее пристроит. Он где-то на фонтанах почему-то бегает. Хотя к нему подключаются тиммейты. Ну, Пента попытается сейчас, если не взять раунд, отстрелить хотя бы игроков команды Na'Vi. Это было бы полезно, во всяком случае. Потому что у Na'Vi потихонечку за сильную сторону на их самой сильной карте накапливается довольно-таки много денег. И в итоге Пенте за атаку, ну, просто будет очень тяжело. Даже если они возьмут там какой-то раунд, взять серию против Na'Vi за слабую сторону, будет крайне тяжело. И действительно есть смысл постоянно хотя бы напрягать по деньгам своего соперника. Гардиан забирает тапс. В спиде погибает кристалл и стракс. В момент вся команда Пента легла. 12-8 в пользу Na'Vi, а не на пути к победе на карте оверпасс. Первая карта в этой встрече. Ну, кстати, это был эко-раунд. У Пенты сейчас есть девайсы и попытка взять... Вообще попытка размочить счет, пока в атаке совсем ничего не получается. Если еще за дефенс более-менее счет был ровный, сейчас... ну, никак. Сис тут пытается откинуть все-таки коридоры. Нижние, или как они называются? Не знаю, как их называть. Тоннели. И ушел. Ушел один, он сейчас на точке А, а у Na'Vi 4 человека на Б. Интересно. Тут уже минус стракс. Собирает стракса. Ну, кстати, видишь, у Na'Vi похожая тактика. Видимо, это тренд какой-то последний на оверпассе, когда 4 там человека укрепляют Б. Но в этом есть логика. Тут вот смотришь на карту, да, на табе сверху, и понимаешь, что, ну, всегда есть кто-то под Б, всегда кто-то есть в туннелях. И как бы за счет количества их можно отстрелить, и в итоге ты на коне. А потом уже перегруппироваешься, и начинаешь дефолтно принимать А и Б. И, соответственно, только в некоторых там случаях, когда кто-то решит пойти на мафу, а подмен, то и так, что мы не забыли. Табсон забирает на слейбе. Выток от команды Пента на Аплен. Табсон в итоге погибает. Гардиан делает пилл. Дефс убивает Кристаля. Того же Хрусталя. Кристалла. Минус спиди. В итоге Токсин остается один против четверых. Выходит на шуте Смог. Забирает Сизда. Но при этом он не ожидает увидеть. По нему адрдорядом 13-8 в пользу команды Na'Vi. Без шансов. Пока все в одни ворота. Для Na'Vi фулл контроль карты. Все абсолютно складывается у парней. Ну и действительно соперник у них, скажем так, даже не средней руки. Ну, Пента и Пента из Пента. Они проиграли сегодня Титана. Мы с тобой комментировали. Мы полкарты прокомментировали с Мау Спорт. Если бы не какие-то проблемы с Вичом. В итоге сейчас летят команды Na'Vi на оверпассе. Но и опять же не стоит забывать, что хоть и Пента там довычеркивает до оверпасса. Да, она тренирует эту карту. Она играла с Маузами неплохо. И все-таки Na'Vi, как ты сам говорил и видел по статистике, оверпассы играют очень круто. Они, наверное, на 100% всегда уверены в оверпассе. Скажем так, чем в любой другой карте. Поэтому, в принципе, должно уже доводить эту карту до конца. Земл забирают на спиде. Так сильно ходят при этом флейме на туалетах. Гарден простреливает своего соперника. Земл заходит через пенели. Кристал пока что и с мухой, кстати, играет и промахивается. 32 хп остается у Хрусталя. В этот момент Эдвард стелку и переслевает с Тракса, который пытался словить момент в больших песках. 14-8. Денег нет у команды Пента Спортс. И Na'Vi просто доминирует на своей самой сильной карте. Так и есть. Сейчас, ну не знаю, очень такое решение от Пенты. Они делают экораунд. При этом отдаются, знаете, на 15-й для Na'Vi. Мне кажется, уже был смысл сейчас закупаться и пытаться как-то все-таки сломать. Ну, Пента просто понимает, видимо, что сегодня явно у них день и уже хотят побыстрее, видимо, закончить. Тут, ну, мы же не знаем, знаешь, насколько там, как общаются ребят. Тут эмоциональная составляющая в КС решает огромную роль. То есть, может быть, Пента уже согласна с тем, что, мол, хорошо, забирайте оверпасс. Давайте сыграем с вами вторую карту. Может, там получится что-нибудь. Я напоминаю, что оверпасс выбирали Na'Vi. Вот, следующая карта, да и Мираж. Мираж в Na'Vi играет хорошо, но нестабильно. Поэтому, может быть, на Мираже получится. Ну, будем смотреть. 15-8 пока что в пользу рожденных побеждать. Зевс откидывает шикарную моментальную гранату. Там два игрока у команды Пента слепые, но Зевс делает один килл. Три человека находятся под зигом. Даня дает информацию. Приходит Ваня Эдвард, делает свой килл. Ситуация 2 в 4. Спиди выходит через большие пески, чекает аплент. Эдвард заходит рядом. Эдвард перестреливает минус Спиди. Кристалл остается один против четверых. И, естественно, шансов у Кристалла немного. По нему нет информации. Na'Vi лишь могут догадываться, где находится оппонент. Но теперь точно знает Гардиан, где соперник. Это 16-8. Легкая победа на оверпассе. Совсем небольшая рекламная пауза, дорогие зрители. Музыкальная пауза. Там 2, 3, 4, 5 минут. И следующая карта. Дэймираж. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова